8 ноября в Волгоградской области состоятся комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. Итоги подготовки к ним сегодня рассмотрены на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. В ходе тренировки будут отработаны этапы защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также действий органов управления, силы и средств региона в условиях повышенной готовности. В учениях будут задействованы региональные органы управления, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, силы и средства гражданской обороны, органы местного самоуправления, энергетические и транспортные компании, а также предприятия и организации реального сектора экономики. По итогам учений будут сформированы и представлены предложения по совершенствованию системы гражданской обороны, населения и территории Волгоградской области. Тысячи жителей Волгограда и области объединило празднование Дня народного единства. По всему региону состоялись акции, митинги, тематические марафоны и флеш-мобы. В этот же день православные отметили День Казанской иконы Божьей Матери, в честь которого город Ярославль передал Александроневскому собору казанский образ Пресвятой Богородицы, написанный в начале XIX века. Перед ее ликом митрополит Волгоградский Камышинский Феодор совершил божественную литургию, после чего волгоградцы прошли крестным ходом от главного храма города до фонтана искусства. Казанская икона Божьей Матери у православных одна из главных святынь. На нее молятся в трудные времена, просят об избавлении от вражеских нашествий, семейной благополучии и защите Родины. Именно Богородицы приписывают помощь русским воинам-освободителям Москвы от польских интервентов. Поклониться чудотворной святыне и присоединиться к божественной литургии Возрожденный собор Александра Невского пришли сотни прихожан. Празднование Дня Народного Единства на Центральной набережной продолжил торжественный митинг. Участие в нем приняли представители органов власти, общественники, члены национальных общин, казачьих обществ, религиозных организаций и студенты. В этот день российский триколор обретает особое значение. Краски цветов национального флага горожане наносят на лица, в тон подбирают и одежду. С собой главный атрибут праздников – флаг России в миниатюре и в человеческий рост. На сцене Центральной набережной творческие коллективы продемонстрировали весь национальный колорит региона. Широкое празднование Дня Народного Единства в городе победители – еще одно доказательство того, что сила народа в его единстве и нет преград для тех, кто верен своей родине. Красочным концертом «Национальный орнамент» в Центральном концертном зале завершили год культурного наследия народов России в регионе. В программы выступлений вошли лучшие номера творческих коллективов со всей области, отобранные в рамках региональной эстафеты. На протяжении всего года в Волгоградской области состоялись десятки мероприятий, посвященных культурному наследию народов страны, в том числе фестиваль от Волги до Дона, научно-практические конференции, встречи и конкурсы. Организаторы уверены, благодаря таким праздникам интерес к родной культуре будет только расти. Субтитры предоставлены «Национальный орнамент» Субтитры предоставлены «Национальный орнамент»